В общем-то, он всё это ещё рассказывал в своём ролике, просто я это получил, знаете, эксклюзивно. Сделали скриншот с GTA 5 компьютерного. Зачем мне во всё это, в общем-то, лезть? То ли поприкалываться, то ли, там, знаете, раскрутить какое-то сообщество, то ли комьюнити. GTA-сфера андроидовского комьюнити, полный беспорядок, полная вообще какая-то жесть происходит. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Как вы знаете, по новым правилам о монетизации на ютубе, я не могу материться первые 30 секунд. Поэтому давайте вот первые, вот несколько секунд, десятков секунд данного видеоролика, я с вами, там, знаете, о чём-то поговорю, о таком отдалённом, о чём-то там ещё. Потому что то, что начнётся потом, это, ну, как бы так сказать, понормальнее. Это, ну, ну, какой-то, какой-то беспорядок, в общем, происходит везде. То есть, беспорядок. Вот давайте обозначим это так. Просто какой-то беспорядок происходит сейчас в GTA-сфере. Это вот GTA, вот именно, что это GTA-сфера вот этого вот всего андроидовского комьюнити. GTA-сфера андроидовского комьюнити, полный беспорядок, полная вообще какая-то жесть происходит. Все прочие вещи там также, может быть, происходят. И ещё много всего. Всё, я думаю, что 30 секунд, они, ну, плюс-минус уже более-менее прошли. Может быть, уже даже минута прошла. И около того, это полный пиздец. Вот прям, вот прям вот то, что вот максимально как-то адекватно можно объяснить, это полный пиздец. Я когда всё это читал, я когда всё это вообще смотрел, что мне скидывают, что вообще происходит. Когда я посмотрел видеоролик Джанс Дэна, о нём немного попозже я расскажу уже, вернёмся ко всему этому. Я когда всё это смотрел, я просто охуевал от того, типа, чё за, блядь, серьёзно? Это же пиздец, блядь, это же вообще, вы чё делаете-то такое, блядь? Это же вообще охуеть. Разумеется, понятно, фейки всегда есть, были и будут, но их поддерживает такое колоссальное количество человек, что я просто охуеваю, разумеется, кто-то за бесплатный, я так полагаю, по своей тупости, по своей глупости, по своему какому-то наитию, по своей наивности, по всем прочим вещам он всё это поддерживает, сам того не понимая. Кто-то за деньги всё это делает, кто-то просто тупой кончатый хрёб, который владеет, ну, видимо, информационными ресурсами, потому что я охуел. То есть, изначально это всё было такой, знаете, какой-то шуткой, где-то оно там всё в облаках летало, и никого особо из людей-то, в общем-то, и не трогало. Ну, чё-то там есть, какие-то слухи, какие-то все прочие вещи, нам на всё это, в общем-то, поебать. Потом всё это прилетает, всё как какой-то снежный ком, как какой-то метеорит, блядь, как снег в июле, блядь, как просто, я не знаю, какие ещё можно подобрать слова, потому что, ну, это просто, это ебануться. Значит, как всё было? Мой дорогой друг, ну, не то чтобы друг, знакомый, коллега, приятель, ну, может быть, опять-таки друг, Дениса, Джаз Денес, которым мы там уже, знаете, знакомые, ну, не сказать, что давно, но уже приличное количество времени, он мне скидывает информацию о том, что вот, смотри, мол, ты опять на телефон. Я, разумеется, ну, то есть, даже не переходя в какую-то группу, не просматривая все вот эти вот прочие источники, я понимаю, что это полнейший пиздец, и, типа, вообще думаю, ты чё, ебанулся, блядь, чё за хуйня вообще такая? Он им не рассказывает, что там, блядь. В общем-то, он всё это ещё рассказывал в своём ролике, просто я это получил, знаете, эксклюзивно, и сам смог со всего этого просто максимально охуеть, потому что я просто, блядь, не знаю, как всё это происходит. В общем, в чём вся суть? Какие-то, я не знаю, дети, малолетние дебилы, просто какие-то ребята, блядь, ребёнки, ещё какие-то жеребёнки, может быть, они решили, так, знаете, то ли поприкалываться, то ли, там, знаете, раскрутить какое-то сообщество, то ли собрать донат, то есть, их мотивы мне не особо ясны, мне это не важно, мне на всё это похуй. Сам факт в том, что это ебаные, блядь, на***щики, которые, ну, вообще непонятно, вы чё, охуели, типа, вы нахуй вообще всю эту хуйню делаете? И, типа, ну вот, я просто, я охуеваю со всего этого. В общем-то, как всё было? А какие-то вот эти вот все малолетние, они создали группу ВКонтакте, либо купили, там уже с каким-то определённым количеством подписчиков, либо ещё что-то сделали, наклепали парочку фейковых скриншотов, мол, там, знаете, сделали скриншот с GTA 5 компьютерного, зашли в фотошоп, там подрисовали какие-то иконки, стрелочки, всё, вот эти вот прочие штуки, и выложили это всё во ВКонтакте, сказали, мол, вот, GTA 5 мобайл, мы всё это разрабатываем, у нас всё отлично, у нас всё круто, подписывайтесь, там, я не знаю, ждите, донатьте нам, всё у нас будет отлично, мы запустимся, всё будет хорошо. И всё было бы ничего, но эти самые чуваки, они потратились в таргетированную рекламу ВКонтакте, они закупили каких-то, я не знаю, GTA, сам пандроид, GTA крымп, андроид, в общем-то, вот этих вот всех GTA ютуберов, которые начали рассказывать о том, что вот, мол, GTA 5 мобайл, вы сможете поиграть, всё будет отлично, вот, ссылочка на группу, там, в описании, заходите, у них там есть всё, у них там есть видеоролики с их этого проекта, у них там есть самый настоящий скриншот, и у них там много всего есть, это вот Илон и Маски нашего времени, заходите, то есть ещё даже Rockstar GTA 4-то на телефон не выпустил, а чуваки уже GTA 5, да не просто какой-то, знаете, такой обычненький порт GTA 5, а вот GTA 5 мобайл, прям, на ваш андроид-телефон вы можете скачать, и вы можете поиграть, вы можете сделать все прочие вещи, то есть вот так вот наебать школьников, но это вообще полнейший пиздец, не сказать, что я такой моралфак, мне было бы на всё это вообще похуй, но, блядь, новость просто, она уже везде, наверное, я просто не знаю, самое, что меня удивило во всём этом, типа, да похуй, школьники там наёбывают на донат кого-то, что-то то самое, пятое-десятое, Джаз Дэн об этом обо всём высказался, у него аудитории побольше, у него всё вообще отлично, замечательно, круто, зачем мне во всё это, в общем-то, лезть, но я же обсуждаю новости, и я же как-то должен помочь информационно, но самой последней каплей, чтобы я записал данный видеоролик, стало, знаете что? Рукстар Бомбит, я, ну, практически всегда хорошо отзывался о Рукстар Бомбит, даже когда у них там какая-то вот эта вот хуйня была с розыгрышем айфона седьмого, даже когда у них там все вот эти вот прочие разногласия были, я всегда говорил, Рукстар Бомбит это круто, Рукстар Бомбит это классно, всё хорошо, Рукстар Бомбит, но потом они не написали о каких-то моих вот этих происшествиях, которые у меня произошли, сначала я, по-моему, предлагал им про страйк Луняши написать в 2017 году, они проигнорили, потом на меня напал Андрес Укрэ в 2019, всё это они успешно проигнорили, ни о чём не написали, и я вообще охуел, я говорю, Рукстар Бомбит, вы конченые хуйцосы и мрази, блядь, когда человек в беде, когда у человека происходит такая хуйня, когда на него нападают не просто, блядь, какие-то гопники нахуй с улицы, а Андрес Укрэ на меня напал, блядь, это чё там, топ-2, топ-3, топ-85, блядь, самп Ютуба, это же вообще и на меня напали, не на какого-то, блядь, школьника, ноунейма, долбоём, на меня, блядь, напали Рукстар Бомбит, ничего не написал, ну ладно, это мои личные с Рукстар Бомбит, мне оно всё не нравится, типа, всё, ладно, это моя личная вкусовщина, мне вообще похуй, но когда, блядь, эти мрази написали о том, что вот, мол, ГТА 5 на телефон, типа, таки, опа, что тут намечается, просто, вот этот пост они, блядь, выложили, и это пиздец, блядь, я просто, я охуевываю, то есть, я правильно понимаю, написать о том, что, блядь, на меня напали, на меня, на ГТА самп Ютубера, на полдругой ГТА самп Ютубер, там, с камерой, все пруфы, всё есть, вы не можете, но, сука, блядь, фейк, ГТА 5 скрины запостить, этому, да, этому, пожалуй, Рукстар Бомбит, блядь, да Рукстар, конечно, будет бомбить, нахуй, когда увидят такую хуйню, вы поддерживаете, и что вы вообще такое делаете, блядь, ваш Татрайдер, блядь, 19-го года, 18-го, блядь, 20-го года, полная залупа, блядь, конченная, это просто, как только хуйню, вы, блядь, не делаете, но я-то думал, ладно, может быть, я просто какой-то непопулярный, непонятный, вообще, долбоёб, который вообще ничего не смыслит, и, типа, ничего не понимаю, ладно, похуй, зачем про меня писать, не написали, не написали, мне похуй, я забыл, тут, блядь, просто, ноунейм группа ВК, там, сколько, 5, ты, 6, да сколько бы там не было, блядь, подписчиков, нахуй вы фейки-то поддерживаете, вы, блядь, людям помощь нужна с освещением каких-то проблем, с освещением каких-то, блядь, ситуаций, нет, мы этого делать не будем, но вот скрины, вот эти, блядь, фейковые, мы запустим, Rockstar бомбит, вы х***осы, вы мрази, блядь, новостные издания должны освещать какие-то новости, блядь, а не фейки, это чё за хуйня-то вообще, мне похуй на этих GTA 5 чуваков, которые, очевидно, блядь, фейк, это всем понятно, всем очевидно, только, блядь, руководителям, редакторам и всем прочим чувакам с этого сообщества, это непонятно, блядь, ну вы-то, нахуй, чё делаете такое, это же вообще какой-то пиздец, чуваки, блядь, что это, нахуй, это вообще, блядь, вы х***отые, вы просто пиздец, вы знаете, вот это как пойдёт редактор какой-нибудь Rockstar бомбита, увидит, блядь, человека и сбивают, а рядом увидит, что, блядь, шаурмичная новая открылась, но он и напишет, пацаны, вот, шаурмичная новая, там, знаете, логотипы Rockstar Games, а то, что человека, нахуй, убили, блядь, да им похуй, они писать об этом не будут, блядь, и при этом, человека, которого убивали, это был Данил Герой, блядь, им похуй, а не писать-то об этом не, ну нахуя, типа, чё-то спорное, блядь, разбираться надо, мы просто фейк, нахуй, запостим и всё, блядь, я, я охуел вообще, вы е***тые, блядь, вы е***тые, это вообще какой-то пиздец, блядь, пиздец, в общем, смотрите, видеоролик Just Den, он там всё объяснил, всё рассказал, расследование своё провёл, а заебись охуительно, я ссылку оставлю в описании, Rockstar бомбит, блядь, вы х***тые, я от вас не отписывался, блядь, потому что думал, что, ну может быть, да, может быть, я какой-то неизвестный, непонятный чел, блядь, мне стыдно, что когда-то я вас, блядь, рекомендовал, нахуй, вы просто, вы х***тые, блядь, я от вас отписываюсь, нахуй, вот прям сейчас, во время озвучки, на монтаже ещё, блядь, два раза отпишусь, нахуй, вы, мне стыдно, что когда-то я считал вас нормальным журналом, блядь, вы просто, вы конченые х***тые, вы, блядь, мракобесы, вы, блядь, Ладно бы у Джаст Дэна ролик-то не вышел. Но меня больше всего удивило, что после ролика Джаст Дэна они запостили эту хуйню. Блядь, это вообще ебанурно. Вы чё, вы ебанурно. Как вообще новости-то все эти при... Блядь, это вообще охуе... Вы чё, блядь? Вы чё, нахуй? Это пиздец, чуваки, блядь. Куда мы катимся, нахуй? Мы куда так прикатимся-то, ёпта? Если у нас в новостных, блядь, изданиях, журналах во всех этих... Я хвалил Рукстар Бомбит. Я честно его хвалил, блядь. Мне он очень нравился, блядь, реально. Это был, ну, неплохой аналог какого-нибудь не то чтобы... Ну, наверное, лайфсампа, да? То есть, был неплохой аналог, в самом деле. Но сейчас это просто, блядь, вы чё... Я не просто какой-то пиздец, блядь. Я играл на проекте Arizona RullyPlayFenix. IP, а также мой никнейм DanteConnor. А также мой промокод NoToxic54. А также ссылочка на мой телеграм-канал. Всё это находится в описании данного видеоролика. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем до свидания, блядь. Это просто пиздец нахуй.